Доброе утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. Совсем недавно в нашей республике отмечался День физкультурника. Данное мероприятие собрало более 300 любителей и профессиональных спортсменов. Это было достаточно яркое и веселое событие. Сегодня у нас в гостях в студии присутствует человек, который принимал непосредственное участие в организации данного праздника. Это советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями проекта «Навигаторы детства» Фатима Байрамукова. Доброе утро, Фатима! Доброе утро, Мадина! Рада видеть вас сегодня у нас в гостях. Фатима, как я уже сказала ранее, День физкультурника, который прошел в этом году, это было достаточно яркое, красочное событие. Хотелось бы узнать, как долго вы готовились к этому, с кем во взаимодействии и, собственно, для чего был организован такой масштабный праздник, с какой целью? Этот День физкультурника был еще приурочен к эстафете, так называемой «Земля спорта». Этот день мы готовились масштабно, приглашали со всех муниципальных районов участников не только семейной эстафеты, но и разных других спортивных состязаний. И нужно было с каждого района выставить свои команды. Я, как советник директора по воспитанию, пыталась найти семью, которая будет участвовать от имени нашего района. Но, к сожалению, некоторые семьи были на отдыхе, и мне пришлось вплоть до последнего момента, я ждала, пока найду семью. Но, к сожалению, не удалось. И я предложила своему брату и со своей семьей, чтобы не подвести район, выступила со своей семьей в этой эстафете. А что за район, давайте уточним для наших телезрителей? Малокарачаевский район. А сами вы откуда, получается, с Учкикен? Да, с телу Учкикен. То есть вы все-таки не только как организатор, но еще и как участник данного мероприятия? Да, пришлось выступить, чтобы не подвести свой район. А давайте расскажем нашим телезрителям, какие, скажем так, площадки были организованы для участников. То есть вот пришедший на День физкультурника, что он мог там для себя увидеть, найти, что интересного было? Одновременно было выпущено, сразу одновременно запустили несколько площадок. Это где-то играли в волейбол, где-то баскетбол, где-то была легкая атлетика, где-то семейная эстафета проходила. Были также вольные состязания и поднятие тяжести. Но были какие-то определенные дисциплины именно для семей нашей республики, да? Да, именно семейная, так называемая семейная эстафета. Вот расскажите, что там было? В этой семейной эстафете выступали несколько семей. Это получается семь семей, несколько семей с Черкеска, Прикубанский район, Карачаевский район и, естественно, Малокарачаевский район. Семь семей со всей республики приняли участие. Значит, все-таки не совсем все районы, да? Нет, не все районы. К сожалению, мы пригласили все районы. По несколько семей можно было выступить с каждого района. Но, видимо, по возможности так получилось. Итак, когда мы начали семейную эстафету, всем было очень интересно. И даже до последнего момента, так как мы не планировали сюда приезжать, мы знали, что будет проходить, но никак к этому не готовились. Соответственно, когда читали аннотацию, что там будет, мы думали, такие легкие конкурсы. Задания, да? Одновременно держать мешок и при этом прыгать, да. Дальше у нас еще было состязание с обручем. Нужно было двум участникам команды пройти через обручи, а третий участник должен был передвигать эти обручи. Соответственно, за очень короткое время. А, Фатима, на ваш взгляд, вот не как организатора, а именно как участника, насколько вот подобные праздники спортивные, они действительно привлекают жителей, насколько они нужны, собственно, да? И действительно ли они как-то популяризируют занятия спортом и физкультурой, на ваш взгляд? На сегодняшний день в эпоху цифровизации и гаджетов наши дети все больше времени проводят не во дворе, не на спортивных площадках, а больше времени проводят за компьютером в своей виртуальной реальности. И из-за этого здоровье наших детей ухудшается, к сожалению, из-за сидячего образа жизни. И я считаю, что нужно с раннего детства приручать ребенка к спорту, так как здоровый ребенок, спорт, это, в первую очередь, здоровье, во-первых, дисциплинирует, организует, и в первую очередь, это движение. Как вы знаете, спорт — это движение, а движение — это жизнь. Согласна совершенно с вами. Вы, когда присутствовали на мероприятии, много ли вообще людей пришло посмотреть, поучаствовать? Да, было людей много, были также еще и болельщики, я думала, болельщиков не будет, так как к этому участвовали только участники, были и болельщики, болели. Мы даже, когда участвовали в семейной эстафете, болели уже друг за друга. Нам не важно было, кто выиграет. Нам был командный дух, там была, каждая семья болела за другую семью, не важно было, кто выиграет. Самое главное — участие и вот этот дух здоровья, дух... Дружеская такая поддержка, да? Дружеская атмосфера, да. То есть даже можно сказать, что данное мероприятие не только физическое здоровье как бы влияет в человека, но и способствует зарождению некоторых связей дружеских между незнакомыми людьми. Фатим, данный праздник прошел под эгидой Министерства спорта и Минсельхоза, Карачаева-Черкесии в том числе. И при этом ваш проект, вот «Навигаторы детства», они принимали тоже непосредственно участие в организации. Хотелось бы рассказать нашим телезрителям немного о том, что такое, в принципе, проект «Навигаторы детства». Чем занимаетесь вы, да, и основная цель данного проекта? «Навигаторы детства» — это уже в России приходит к нам с 2021 года. С 1 сентября уже запустился проект «Навигаторы детства». И в наши регионы уже оно стартует с 1 сентября этого года. То есть мы уже приступаем к работе. Непосредственно работа Совета директора по воспитанию — это организация современного воспитательного процесса в школе. То есть помогать детям реализовывать их таланты, их идеи, а также увеличивать их дети, чтобы могли участвовать в разных соревнованиях, спортивных, также других культурных соревнованиях. Продвигать детей, можно так сказать, помочь им развить себя, раскрыть себя. Я так понимаю, это федеральный все-таки проект, да? Да, федеральный проект. У нас появилось региональное отделение. Да, у нас в КЧР есть региональное отделение. Глава регионального отделения Людмила Рашидовна. Ну, так как вы сказали, что действовать он начинает с 1 сентября, значит, сейчас была какая-то такая предподготовка, да? Да. А есть ли уже какие-то запланированные, может быть, мероприятия? Что вы планируете в первой половине, скажем так, учебного года или до Нового года? Как-то планируете заявлять ли о себе, что вот положено? Ну, так как этот процесс пошел у нас с апреля месяца, у нас были конкурсы. Сущенную длительную подготовку. Да, у нас с апреля месяца с каждой школы были по несколько человек, проходили конкурсный этап, были тестирования. После тестирования, при получении определенных баллов, проходили. И через некоторое время опять было очное собеседование, так, с Людмилой Рашидовной. Мы сдавали экзамен, тянули билеты, отвечали на вопросы. И после собеседования уже через некоторое время было уже известно, кем будут советники. Советниками в школе. А что входит вообще в функционал советника? Вот вы же тоже советник, получается, да? Ну, функционал... Учкикенская школа, да? Да, Учкикенская школа номер один имени Абдулла Махаева и Жаева. Я так понимаю, что в каждой школе нашей республики есть, да? Да, в каждой школе есть советник-директора по воспитанию, но в зависимости от количества детей должно быть или один, или два советника. В нашей школе два советника, я и другая учительница. Так что входит в ваш функционал? Ну, так как я, еще раз скажу, что функционал у нас входит именно обеспечить детей организацией современного воспитательного процесса и помощь в реализации своих идей, своих творческих идей, также помощь детям с трудными, помощь с трудными детьми и помощь наладить с ними контакт, также помочь им в реализации именно самого процесса в школе, учебного процесса. Скажите, пожалуйста, Фадим, вот такой вопрос, да, для обывателя, скажем так. Образовательный процесс существовал давно, вы же какую-то работу проводили и с трудными подростками, и в принципе организовали досуг. А что принципиально нового может привнести данный проект в уже сложившийся образовательный процесс? Чем будет отличаться от того, что было ранее, скажем так? Ну, от того, что было ранее, у нас в основном взаимодействие с детскими общественными организациями, это как Орлета России, РДШ и Юная Армия. Мы будем помогать, наравне вместе с ними мы будем организовывать некоторые мероприятия, которые будут призывать детей участвовать в обязательном порядке, так как участие детей в таких мероприятиях дает им, раскрепощенность дает, дает им быть более уверенными в себе. И в дальнейшем, я так думаю, что эти дети в будущем найдут свою профессию, так как раскроют себя во время вот этих мероприятий и помогут в дальнейшем определиться с профессией. А что бы вы могли сказать про деток нашей республики? Проявляют ли они активность? Интересна ли им вот эта деятельность, так скажем, определенная, да, вот по направлениям? Или все-таки пока что как-то вот не особо хотят? Знаете, вот именно вот на конкретную семейную эстафету я, например, уговаривала свою дочь пойти со мной. Так как она у меня и так спортивный ребенок, но у нее никакого интереса не было. Так как в нашей республике, я так считаю, мало проводятся такие мероприятия, которые приобщают детей участвовать, то есть показать себя, не стесняться. И после того, как мы пришли после соревнований, перед тем, как узнать свои места, она мне сказала, что мама, спасибо тебе большое, что ты меня сюда привела. И очень понравилось. Так как именно свои студенческие годы у меня всегда в памяти запечатлилось то, что я всегда, когда участвовала, оно мне запечатлилось. И это были эмоции, положительные эмоции. И это запомнилось. Это как вот раньше, да, маму, папа, я, спортивная семья. Вот что-то типа такого. Да, да, да. И вот я хочу, чтобы именно моему ребенку запомнилось положительные эмоции. Потому что сейчас в наше время, страшное время, можно сказать, детям нужно уделять больше внимания. И я считаю, что именно такие мероприятия, дети там расслабляются, они раскрепощаются, они показывают себя с другой стороны все равно. Получается, с другой стороны они себя раскрывают, и ей очень понравилось. Я так думаю, что всегда буду теперь ее таскать. Если получится, буду таскать. Также мы еще участвовали в соревнованиях по карате. Мы, например, ездили по всяким городам. Недавно были у нас в Тернаузе соревнования. И мы увидели при Эльбрусе, были у подножия горы Эльбрус. То есть вы хотите сказать, что вот спортивные мероприятия, они также помогают и расширять кругозор. Да, также еще вот эти спортивные мероприятия не только учат побеждать, но и учат еще и проигрывать, делать выводы потом, чтобы расправлять свои ошибки. То есть от всего плюсы, да? Да. Ну мы так долго разговариваем, в принципе, о нефизкультурниках, о вашей деятельности. Но мы так и не сказали, какое место заняли вы на соревнованиях. Да, мы заняли первое место. Для нас это было очень радостным событием. Я изначально шла, чтобы не подвести свой район, выступить, чтобы была от Малакарачаевского района семья. Но в итоге получилось, что мы выиграли. Мы были очень счастливы. Ну, хотелось бы вас поздравить, вас, вашего брата, вашу дочку. Это такое серьезное достижение. Пусть всего лишь семь семей, но тем не менее они были со всего района. Я уверена, что соперники были серьезные. Да, да. Самое главное, что никто не ругался за первое место, да, и все, наоборот, порадовались. Да, были очень радостны, поздравляли друг друга. В этом, можно сказать, что мы еще обрели друзей, познакомились, и было очень весело. Фатим, ну, хотелось бы вас попросить, вот, скажем так, такое обращение к жителям нашей республики сделать, тем, у кого есть дети, в частности, да, когда будут следующие мероприятия. Вот, что бы вы могли сказать родителям детей, скажем так, чтобы, может быть, их как-то смотивировать на то, чтобы они принимали активное участие, и приводили своих детей. Ну, я хочу сказать, что дети – наше будущее. Если мы сегодня уделим им некоторое время, хотя бы некоторое, так как у нас в этом современном мире родители работают, они не покладают рук обеспечивать будущее своему ребенку, но нельзя забывать о том, что и ребенку надо уделять время. Я стараюсь и ребенку, чтобы она не была постоянно, у нее не было свободного времени. Она еще, помимо кареты, посещает еще танцевальное, плавание. Если у ребенка не будет свободного времени, именно она будет заниматься чем-то полезным, то у ребенка не будет плохих привычек. И нужно стараться, хотя бы даже, если вот такие мероприятия, если даже не выиграя, нужно стараться хотя бы участвовать. И это будет памятное ей запомниться на всю жизнь. То, что они участвовали, были положительные эмоции. Что ж, Фатим, спасибо вам большое за то, что вы сегодня пришли к нам в студию и провели такую интересную беседу. Я желаю вашему проекту «Навигаторы детства» успехов и процветания. Такого, скажем, бодрого старта 1 сентября. Будем надеяться, что с каждым годом все больше родители и их детей будут принимать активное участие в массовых спортивных мероприятиях. И, в принципе, культура занятий спортом, физической культурой будет процветать в нашей республике. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня были с нами. Спасибо, мы один, что пригласили. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч!